Мы на сплаве, за головлем. И приехали на участок реки, на новый, на который я уже давным-давно поглядываю. Со мной сегодня Женя согласился поехать на исследование этой территории. И забегая вперед, скажу сразу, что полностью, конечно, маршрут оправдал себя. Здесь, конечно, перекат на перекате. Перекат он погоняет. Даже нет вот этих вот передышек. Все, один сплошной перекат. Приехали позавчера, уже под вечер. Совсем поздно. Не успели ничего с толком половить. Пару раз забросов сделали. Будешь одевать вейдерсы? А как я без обуви не смогу уходить по этим? Босиком. Босиком. А как раньше ходили? Что-то уж в лаптях, что ли, ходили? Вот. В роготлоне 500 рублей. Вода, кипяток просто. Стоишь в пороге, а вода плюс 30, наверное. И уже тогда закралось такое сомнение. Вот. Вообще, я тебе скажу, что нам надо, ну, парковаться, искать место, дрова собирать, готовить ужин. Уже время-то позднее, на самом-то деле. Поэтому надо так это, без фанатизма сегодня. Заночевали, поставили лагерь. Прекрасно посидели, встретили закат, попели песни. В общем, все культурно. Женя пошел отлить часов пять. Ну, а по пути сделал пару бросочков и поймал головля. Доброе утро. Кожи. Уже хороший. Ударил? Вообще просто у меня, аж в спину кип не вылетело. Ну, все, с добрым утром, Женя. Конечно же, это нас вдохновило, что, о, ничего себе, здорово. Хорошая головля, на самом деле, неплохой. Смотрите, какое интересное утро получилось. Единственное, что смущает, это страшнейшая жара, которая аномальная для Петербурга. Вот вам и Петербург, кстати говоря. Даже доходил до 36 и без дождя. Вода теплющая. Я, смотри, вот на струе стою, и просто температура дикая у воды. По тридцатку температура. Я вчера бегал по перекатам с голыми ногами в тапочках. И думал, что это будет холодная вода на перекатах. Но получается, что там просто молоко. Я не знаю, сейчас замерим температуру воды, посмотрим, какая она. Но я так думаю, что там где-то по 28 градусов была вода. В общем, 29 вода. В принципе, у меня какие-то уже есть такие закладываются подозрения о том, что с Клевым у нас будет все очень плохо. Сейчас мы быстренько собираем лагерь. Уже позавтракали. И начинаем наш сплав. Собирать нам немного. Гамачки, да и стол. Все, собственно, вот мы и собраны. Не записывать тут стоять 2 часа, а собираться и начинать наш сплав. Покидывать уже. Принял, принял. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, сейчас еще переставить... Сзади полегче сумка, бензин и мотор на румпеле. И румпель 50 см, мне кажется, самая офигенная для этой лодки. Я взял и 75, 74 и вот 50. Получается, что и развесовка хорошая, и быстрый доступ к мотору. То есть я все могу дотянуться до него, экстренно поднять, бензин заливать. Короче, на 50-сантиметровом румпеле все это делается легко. Сейчас в тенек подадим. Блин, надо, чтобы было... Чтобы тучки нагнало пасмурно. Сейчас бы здесь столько этого, головля бы стояла. По итогу, на самом деле, у нас получается все грустно. Поклевок не было. На протяжении всего дня мы не видели ни одного головля. Поклевывали какие-то непонятные окуни. И то очень-очень максимально редко. И до такой степени, что даже им мы были рады. Ушел, сход. Но это был окунь. Окунь, да. А так у нас сплав получился такой, как бы, туристический. Мы больше плавали, купались. И останавливались на самых лучших местах. Так, раз у нас не клюет, жара 34, будем пикник устраивать. Прямо вот здесь, на отмеле. По-царски. Красота. Вот так вот. Ты закинулся здесь на фидер. Закормился. И сидишь здесь целый день. На весик поставил. Кайф. Я прям понимаю, что жизнь проходит мимо меня. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, плаваем в холостую. Были, конечно, разговоры, что, может быть, свернуть уже наш сплав, сойти с дистанции и поехать домой. Но надо добить, я считаю. Во-первых, дойти до еще дальше все посмотреть, изучить. Потому что здесь я еще никогда не был. А надо, надо побывать. Ну и попытаться поймать головля своего. Вот. Ну и на будущее. Всегда, как бы, даже холостой выезд, это всегда хорошо. То есть надо от любого выезда выносить пользу. Мы присматриваемся, смотрим хорошие перспективные местечки. Смотрим, во-первых, стоянки, где можно в будущем остановиться. Потому что на этих реках очень большая проблема со стоянками. И надо наперед это все знать. Родник вот тут, по этой берегу. Ты увидишь. Недалеко? Да нет. Или вот за этим деревом там уже? Да я не помню. После переката? Нет, до переката. В общем, нарабатываем. Нарабатываем схему. И здорово проводим время. И сразу подаем вот сюда. Блин, 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 блин. Ну давай, давай, давай. Ну понятно. Подали. Все, все места пропустил. Но мы не теряем надежду. Все, сейчас поспим. И утром уже быстренькие сборы. Все упаковываем. И у нас есть вот, я думаю, часика два с половиной, три. Самое такое холодное время. Когда, я надеюсь. Собственно, когда Женя и пошел отлить. Когда у него клюла голаваль. Вот на это время мы и делаем ставку. Потому что, ну все, парни, совсем вилло. Труба, я бы сказал. Ни на что не берет. Я всю свою коробку перекидал. А сейчас у нас ужин. Сейчас поедим. Субтитры сделал DimaTorzok. Короче, я предлагаю налетать, Жень. Кто окуня поймал, тому и мясо. Я тоже не вокруг поймал. Пища богов подана. Кто тебя так накормит, Женеша? Сейчас поедим. И с утрица снова в бой. Так, все, ничего не забыли. Все. Времени мало, на самом деле. Полтора часа у нас. Потом, я думаю, что уже бесполезно. Бесполезно. Есть. Субтитры сделал DimaTorzok Красавчик Второй галабль за три дня Ну вчера был побольше Да, побольше был Хороший такой На, подержи, подержи На твой вот этот самопальный воблер? Да Хороший Пройти обратно пешком, что ли, туда? Да? Ух, бляха Поклевка была Блин, упустил Есть Что это? Господи боже мой Галабль Галабль Все парни Я поймал своего головля Да Давай Самый? Нет Ну что, друзья, все Все Мы сошли с нашего маршрута С дистанции Плюнули Ну сами видели Даже утряночка не порядовала Головля нету Поймали всего лишь двух Ну какого-то окуня еще Короче говоря Ну вы сами видели Ловить нечего Нашли точку Максимально приближенную К трассе И уже затащили вещи Гора Здесь конечно Просто жесть Женька поехал на самокате За машиной Когда ты едешь Думай о том, что меня жирают Все Давай Я сейчас пока буду перетаскивать вещи на ту сторону дороги Все сортировать И все складывать Чтобы как только он подъехал Сразу же загрузиться И по педалям Посмотрели новые участки И для себя там на карте отметили Ну наиболее интересные На будущее Когда сюда вернемся Уже будем знать Где вообще собственно Время тратить Чему уделять внимание Понятно дело с поправкой на Соответствующую погоду В общем Маркировочки поставлены Места посмотрены Покупались отдохнули Я считаю Я считаю замечательно Более А 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 если бы головой рвал бы и металл конечно же поехали бы завтра вечером домой но раз такая картина надо это до успевать на футбол правильно же хочется же посмотреть кстати кто-то выиграет за кого будешь болеть в россии